в этом году за нашу команду поедет вот он он вернулся красавчик всем привет дорогие друзья первый пока что в мире кит вайсфаба на альтезу мы решили разыграть футболку друзья всем привет вы на канале фреш авто дрифт на календаре 29 марта а это значит что остался ровно месяц до выезда на главное соревнование россии по дрифту rds gp давайте узнаем что происходит нашем боксе за месяц до важнейшего старта важнейшего сезона выпуск получится наверное достаточно насыщенный потому что мы в нем узнаем и расскажем вам про имя нового пилота нашей команды также мы пригласим в гости федя воробьева и послушаем его комментарии по поводу того почему он не в составе нашей команды потому что мы получаем просто массу вопросов о том где же федя почему федя не в команде и так далее мы решили наконец-то поставить точку в этом вопросе а также посмотрим как идет подготовка и на какой стадии наши автомобили поэтому заваривай чаек смотри этот выпуск до конца став лайки комментируй погнали так друзья с момента нашей последней встречи прошло достаточно много времени и я предлагаю вам посмотреть что же произошло с нашими машинами с тех пор шершень ждет моторы он уже на стадии сборки в салоне происходит сборка напольного педального узла про который я говорил в прошлой серии уже стоит система пожаротушения единственное не проведены пока трубки но и главное техническое изменение помимо того что здесь уже все переделано под 18 колесо здесь заняла свое место новая подвеска это кит вот вайсфаба первый пока что в мире кит вайсфаба на альтезу и ребята из вайсфаба любезно предоставили ее нам для теста за что им огромное спасибо да у нас есть проверенное решение на эту машину и собственной разработки но так как денис у нас любит экспериментировать мы решили протестировать разные варианты на мир должен выехать на этой машине на тесты высказать свое мнение кстати говоря если вам интересно напишите нам в комментариях мы можем снять про это отдельное видео альтеза дамир и дитулина успела съездить на преображение и покраску подкапотного пространства и салона а также днище сейчас здесь установлен макетированный мотор все собирается чтобы убедиться что все работает и установлено на своих местах и как только боевой мотор будет собран соответственно он займет свое место и машина будет готова уже к настройке кстати вот здесь можно наблюдать одно из нововведений которые мы делаем в этом сезоне это датчики егт для более точной и тонкой настройки автомобиля в салоне все выглядит вот так трубочки пожаротушения уже проведены здесь стоит клапан который будет выбрызгивать смесь на ноги водителя и все это уходит заднюю часть по задней части здесь также все занимает свои места куплен новый радиатор сейчас думается вот его крепление пока что вот такая история бак системы пожаротушения насосы топливный бак новые крепления в общем все собирается по красоте аккуратненько и под четким контролем и руководствами до мира также до мир как вы помните провел такую же подготовку 18 колеса наперед как и на шершни чтобы устанавливать 265 колесо вот она сейчас здесь установлена но помимо того что подготовлено все вот там нужно подготовить еще и вот здесь колесо товарки в принципе шевелится хорошо но вот здесь происходит вот такая история те кто следят за нашим инстаграм-каналом уже знают что в этом году за нашу команду поедет новый пилот джек шенахан пилот из ирландии несмотря на свой юный возраст джек уже очень круто показал себя как в ирландии так и в европейском чемпионате дрифт мастерс мы прекрасно знаем что вы ждали ждали и мы ты свои хибины и предвкушаю ваши вопросы о том почему же все таки джек шенахан а не он могу рассказать лишь одно что определенного рода обстоятельства не позволили бы ты цуи хибина проехать весь сезон rds gp 21 года целиком а так как команда ставит перед собой самые высокие цели нам нужны результаты нам нужно постоянно показывать высокие ступени и брать их было принято решение все же при принять в состав команда нового пилота что же касается ты цуи хибина мы по-прежнему остаемся в теплых отношениях это наш друг это наш брат это реально очень большой человек для нас и безусловно мы будем делать все возможное чтобы ты цуи вернулся в россию если не в этом году то по крайней мере следующем вот он он вернулся красавчик напомню друзья это nissan skyline r34 александра подвишенского наш первый коммерческий проект который мы построили для александра достроили скажем так для александра специально под дрифт соревнования сочи дрифт челлендж машина проехала три этапа в принципе проблем с машиной не было вернулась она к нам на базу для обслуживания toyota supra ожидает своей очереди именно на этой машине наш новый пилот джек шенахан поедет сезон rds гран-при 2021 года ну а в закромах нашей родины на задворках стоит автобус полностью покрасился салон покрасилась подкапотка и полностью днище автомобиля машина полностью готова к сборке но запчасти на эту машину немножко застряли и нам пришлось ее сборку отложить на один из последних в очереди поэтому ждем недостающие запчасти и экстренно собираем бмв автобус в качестве запасного автомобиля 81 марки евгения лосева за время нашего отсутствия успел разобраться и почти собраться заново как вы видите на машине уже установлен перебранный 2gz на сухом картере строкерный мотор уже почти готов к подключению осталось остались нюансы буквально установить интеркуллер подключить все собрать завести и отвести на настройку также здесь небольшие изменения по переднему подрамнику ну и в целом все узлы и агрегаты автомобиля проверяются так вот мы можем тут увидеть что разобрана сейчас полностью задняя подвеска забрали ее просто для того чтобы убедиться что все работает хорошо маркс от к которым мы строим жене к середине сезона 2021 года по-прежнему стоит на своем месте машина постоянно что-то чертится сканется разрабатывается внедряется также мы ждем сейчас кузовные элементы от наших партнеров мы ждем вес от пяти монстр сервис он должен выйти очень крутым и те кто смотрели кстати горосей первую серию про постройки этого замечательного автомобиля знают что это будет уникальный вес и он будет только на этой машине и не будет продаваться за что монстр сервису отдельный респект и да мы снимаем вторую часть параллельно мы ведем съемки второй части где алексей шевченко механик личный механик евгения лось его подробно будет рассказывать про то что же здесь делается и для того чтобы вам было интересней следить и ждать новости по поводу этой машины мы решили разыграть футболку вот такую футболку выпущенную ограниченным тиражом это футболка с изображением марка сотки на стадии его постройки и для того чтобы ее получить тебе всего лишь нужно оставить любой комментарий внизу под этим видео оставить ссылку на свой instagram аккаунт и через неделю мы подведем в инстаграме итоги рандомно любой человек может получить вот такую замечательную и уникальную футболку помимо всего прочего я надеюсь все из вас уже посмотрели новый фильм который вид вышел у нас на youtube канале траектория лосева фильм который снимали пять лет про историю становления жени как спортсмена как дрифтеры и на наш взгляд фильм получился мега крутой потому что он раскрывает всю суть там очень мало гонок на самом деле но там прослеживается очень тонкая внутренняя сюжетная линия о взаимодействии родителей и детей поэтому фильм на наш взгляд годен просмотру как людям интересующимися и болеющим за дрифт в целом дрифт сообщества так и родителям так и маленьким детям которые еще не знают за что хвататься не знаю чем заниматься и даже если они не хотят заниматься автоспортом или дрифтом в частности любым другим спортом фильм показывает насколько важно верить свою идею верить в то что у тебя все получится стремится с каждым днем с каждым шагом приближаться к своей цели и никогда не отступать поэтому если ты еще по каким-то причинам не смотрел этот фильм то вот здесь сейчас вылезет подсказочка обязательно иди смотри и рассылай всем друзьям знакомым потому что это должен увидеть каждый привет всем привет дорогие друзья какими судьбами какими судьбами нас много что объединяет так ну что мы сидим в автосалоне фреш авто и сидим рядом с феди воробьевым и как мы вам уже раньше говорили что мы с феди воробьевым не хотим расставаться мы хотим продолжить с ним наше общение нашу историю фреш авто это тот бизнес которым я уже занимаюсь 15 лет ту компанию которые развивали которые создавал это тот продукт который мы гордимся на рынке которым много лет занимаемся с каждым днем мы пытаемся улучшать пытаемся его развивать и в этом году мы затеяли огромную трансформацию в рамках всего автобизнеса российского и хотим на рынок вывести очень много классных технологичных суперских продуктах о которых мы бы хотели чтобы рассказывали не только мы сами но и те носители ценности нашего бренда амбассадора как можно называть такие как феди воробьев теперь компания фреш авто будет поддерживать феди воробьева в сезоне 20 21 для нас это большая честь что теперь на бортах автомобиля фреша на бортах автомобиля на ковре точнее на ковре это еще интрига на бортах автомобиля наш любимый жигацарь будет виднется наш бренд фреш авто в целом я на самом деле достаточно счастлив почему потому что для меня партнерство и сотрудничество с компанией фреш авто это многолетняя история которую мы проходили вместе и много было переживаний да много было переживаний много было всяких разных ситуаций но так случилось что как бы да в основном направлении мы слегка так скажем разминулись но при этом очень круто что мы продолжаем вместе сотрудничать идти по пути так скажем совместного сотрудничества и это конечно не может не радовать потому что я уверен что наше отношение наша работа приведет к хорошему результату давай коротко расскажем все-таки про команду потому что у нас много вопросов наши подписчики пишут я думаю тебя тоже заводят куда делся воробьев а что я что-то потерял а где федя и действительно федор воробьев он не является пилотом фреш авто дрифт как и я не являюсь пилотом а в прошлом году мы вместе с ним ехали под знаменами фреш авто дрифт как мы уже много раз говорили еще раз повторим что фреш авто дрифт это независимый проект это команда гоночная у которой есть своя стадия развития да на какой-то момент компания фреш авто активно поддерживала эту команду это был такой маркетинговый ход поначалу но в какой-то момент почти сразу как только мы нырнули во всю эту историю мы поняли что это большой бизнес что это большая большая работа что это должен быть обязательно независимый проект потому что если это будет некий маркетинг какого-то автосалона или неважно какой компании в это рано или поздно можно наиграться и прекратить заниматься этой всей истории поэтому это отдельный проект с отдельными с отдельными менеджерами один из них кстати держит эту камеру и за чуть не работаешь стрелка сидишь тут блин снимаешь на сделать нечего это и есть моя работа эта команда у которой есть свои планы по развитию то есть ну прям большая большая задача у нее свои цели у нее свои взгляды на это развитие и безусловно эти взгляды они смотрят далеко вперед и на какой-то момент времени как и в любом бизнесе как и в любом проекте требуется делать какие-то перестановки какие-то изменения и вот собственно вот эти изменения произошли наверное если бы я был руководителем команды я бы сделал то же самое естественно когда есть более слабый пилот ну откровенно говоря всегда хочется усилить команду сделать так чтобы команда добилась наилучшего результата это в целом понятная история по моему просто в мировой практике это везде взять футбол хоккей да и что угодно вообще керлинг тот же самый да не важно что команда это понятное дело что но должна так скажем добиваться своего результата так получается что были у меня ошибки какие-то да и где-то там с командой что-то немножко не получалось там да где-то не оправдал каких-то надежд ну и как бы получается что получается главная история в том что я по прошествию всего этого времени то что мы пробыли в команде до проработали вместе в команде я на самом деле команде очень сильно благодарен за то что столько лет были вместе проработали вот я получил огромный опыт находясь опять же до внутри буквально впитывая что происходит вокруг ну и дальше понятное дело конечно когда мы с денисом сидели уже перед непосредственно принятием решения общались и не спросил вот ты готов как бы бросить все и ну заниматься непосредственно там только гонками я сказал что да пока вот на данный момент нет почему потому что у меня есть мое там дело которым я занимаюсь плюс есть напомнишь у меня есть там и определенные обязательства и так далее так далее в какой-то степени я наверное да боюсь глобальных перемен вот ну собственно говоря вот так вот все и случилось но знаете что самое интересное мы смогли преодолеть как бы вот этот сложный для нас путь и сгенерировать его в том что вы непосредственно посмотрели до в начале видео и дальше представлять компанию фрешафта для меня конечно большая честь за что я денису благодарен я уверен что все получится так как надо и вы еще узнаете от нас много хороших и правильных новостей да скрепим же мы еще раз рукопожатием от всего души от всего сердца поблагодарить спасибо за то что ты принимаешь этот непростой вызов за то что идешь дальше с нами ну а как мы будем пить а теперь будет еще сложнее тебя на трассе бороться два начала чувак за фрешафта едет но я все равно обещаю с тобой биться сюда по-настоящему жестко надеюсь каждый пилот фрешафта дрифт тоже об этом будет думать в общем вот и красавчик вот мы очень хотим увидеть обновленный уже жигацарь уже в этой левреи федя вкратце рассказал что это за история будет и такие мы типа о май гад что это вообще да ты без нас чтобы этого не происходило мы такие хоп уже федю прямо из колодца достаем обязательно будет красивая наклеечка на борту автомобиля пришла будет вот такие друзья новости как мы вам обещали и говорили что федя воробьев будет с нами федя воробьев остается с нами насколько это возможно при этом идет своей дорогой и мы будем друг другу помогать и всячески быть рядом вам хороших новостей как говорит дмитрий андреевич добровольский всем дрифт до новых встреч ну что ж друзья вот такой получился выпуск я надеюсь он не получился слишком затянутым если что-то не хватило напиши нам обязательно об этом в комментариях не забывай кстати говоря про конкурс теперь вы знаете все что происходит в нашей команде с нашими пилотами с нашими автомобилями здесь будет ссылка на актуальные видосы подписывайся на канал и увидимся друзья очень скоро увидимся